Так, всё, значит, запись пошла. Запись пошла. Вопросы пишем в комментарии, если что. Специальный пост. И... Ну всё, наверное, можно начинать. Мы в прошлый раз уже немножко поговорили. Не знаю, кто-то был с нами в тот эфир или нет. Я, к сожалению, не была, поэтому, может быть, и повторяться буду. Уж извините. Да, у нас там было не очень много народу. Поэтому я думаю, что для протокола, тем более нам в любом случае, наверное, в записи посмотрят больше людей. Поэтому не будем думать о том, что повторяемся или не повторяемся. Вообще без разницы. Вот. Значит, у нас в студии Анастасия расскажет нам сегодня про бытие в Израиле. Думаю, что это многим интересно. По крайней мере, когда мы выложили комментарий, что кусок с Израилем вырезан из прошлого стрима, сразу посыпались комментарии, что как же так, где же Израиль. Поэтому вот исполняем пробел. Ну, расскажите немножко про себя, как вы вообще там оказались давно. Да, значит, мы репатриировались в сентябре прошлого года. Мы новые репатрианты. Значит, ну, основное по Израилю, это сюда попасть можно только, если либо у тебя, либо у члена твоей семьи есть еврейская кровь. То есть либо у тебя, либо у супруга, супруги. Дальше там есть тонкости. Считается, какого поколения еврей. Значит, до третьего поколения ты можешь приехать автоматом, получить гражданство. Дальше, если у тебя дети с тобой есть, младше 18 лет, они приезжают. Они уже называются четвертое поколение. И им гражданство сразу не дает. Они здесь должны прожить три года. Три года прожить. И они, и родители, соответственно, они должны здесь учиться. То есть центр жизни их должен быть в Израиле. Они, естественно, могут ненадолго уезжать, ненадолго могут уезжать родители. Это все время потом суммируется, вычитается. В общем, когда ребенок проживет три года, ему потом тоже не так просто, но дадут гражданство. Это когда четвертое поколение. Если у вас там у вашей мамы написано, что она еврейка, у мамы-мамы, или у мамы-мамы-мамы даже написано, что она еврейка, то может ехать вы, могут ехать супруги, могут ехать дети. Там, в общем, уже... Ну, короче говоря, кому надо, тот все это изучает, свои документы смотрит, заполняет анкету специально, отправляет к консулу. По стандартной процедуре, по которой мы репатриировались, по которой репатриировались все поколения до нас, и некоторые за полгода после нас, записываешься, посылаешься и там где-то, тебе перезванивают, назначают очередь. В феврале месяце назначали очередь на март 23-го года, то есть сейчас, может быть, еще больше это все увеличилось. Вот, то есть, ну, время проходит много достаточно. Ну, потом собеседование с консулом и могут еще раз пригласить, там, какие-то документы донести, и после этого ставят визу, визу репатрианта в паспорт, и у тебя есть шесть месяцев, чтобы собраться, собрать вещи, связаться с Ахнутом. Ахнут – это еврейская организация в России, которая помогает вот репатриантам, покупает билеты, там, консультирует, ну, в общем, помогает, короче говоря. Сейчас сделали, так называемую, ускоренную репатриацию, или экстренную, я не помню, как точно называется, но ее сделали, и сейчас для россиян ее приостановили до середины мая. Значит, она работает так, если у тебя прям документы вообще не подкопаться, вот, то есть есть несколько документов от родственника, где написана его национальность, там, свидетельство о рождении, там, это, может быть, военный билет, может быть, характеристика с места работы, то есть, ну, это все можно вот на форумах, на сайтах посмотреть. То тоже посылаешь, значит, заполняешь анкету, посылаешь все это по специальному адресу, там ее быстренько просматривают, и если все окей, значит, говорят, да, опять же, можешь связаться с Ахнутом, получить бесплатные билеты, можешь поехать сам купить билеты, поехать сам, значит, в аэропорту дежурит круглосуточно консул, который тоже просматривает твои документы, когда приезжаешь. И после этого, значит, достаточно быстро, то есть, я читала, что бывает неделя, бывает две, но месяц тоже ты получаешь документы. То есть, чем Израиль отличается, что ты получаешь сразу гражданство. То есть, если репатриируешься по этой дневной схеме, как мы делали, то как только самолет приземляется на территорию Израиля, у тебя ты становишься автоматическим гражданином. Тебе сразу в аэропорту дают первый документ, ТОДАТОЛЕ называется. Это документ нового репатрианта. Там один документ на всю семью, на родителей, там вписаны все несовершеннолетние дети. Ну и потом записываешься уже в МВД, получаешь там временный документ, потом через две недели тебе приходят на почту постоянно. То есть, дальше уже там автоматом, автоматом все происходит. Значит, три месяца дается на... То есть, в течение трех месяцев ты можешь приехать, пожить и сказать, мне не понравилось и отказаться от гражданства. Потому что, ну понятно, что как только ты получаешь гражданство, это, естественно, там много плюшек и так далее, но в то же время ты получаешь какие-то обязанности. То есть, ты можешь, да, ты можешь все это получить, оформить документы и уехать, пожалуйста. Но ты должен будешь там следить, чтобы у тебя счет банковский работал, следить, чтобы у тебя шли отчисления в медицинскую кассу, даже если ты не живешь. То есть, многие этого не делают и потом, когда вдруг хотят вернуться, они вдруг видят, что у них там или огромный долг или они приезжают им, значит, отказывают медицинской страховки там на какое-то время, там тоже как-то все это высчитывается. Ну, то есть, в общем, это надо понимать, что... А, ну и, естественно, всем молодым людям там это армия и девочка в том числе. Ну, в израильской армии как бы нет ничего страшного и наоборот, это для репатриантов новых, вот, которые уже взрослыми достаточно приехали, дети, наоборот, это считается, ну, больше возможностей дает интегрироваться вот в среду именно, в израильскую жизнь. Вот, потому что многие, конечно, приезжают и не учат язык, работают на русских предприятиях, ну, и нормально себя чувствуют. То есть, русский здесь знают многие, английский тем более, вот, и, в общем-то, прожить можно. Ну, не знаю, мне кажется, что все-таки, если в страну приехал, то надо стараться жить жизнью этой страны. Значит, и еще есть, еще есть один способ, это ты можешь принять иудаизм. Ну, я думаю, что да, те, кто планирует это сделать, тоже сами все это хорошо изучат. Я, естественно, этих правил всех не знаю, но такое тоже есть. Вот. Ну, значит, Давайте, например, какую-то дадим конкретику, например, по ценам. Что касаемо аренды жилья, например, вообще какие порядки и так далее. Значит, цены на аренду, ну, как и везде, сильно отличаются от района проживания. Естественно, в центре это все дороже, на периферии, на севере это все подешевле. В общем-то, это был один, одним из поводов приехать в Хайфер. Мы живем в Хайфер. Это северная столица, считается, да, достаточно крупный город. Но здесь, как ни странно, достаточно низкие цены на жилье. Значит, здесь студию маленькую можно снять от где-то полутора тысяч, тысяч шестьсот шекелей. Допустим, мы снимаем двухкомнатную квартиру. Двухкомнатная, это значит салон, ну, у них называется салон и кухня, то есть это большое такое пространство. И плюс спальня. Это считается двухкомнатная квартира. Плюс у нас еще закрытый балкон, в котором у нас сын живет. У него там стоит стол, стоит кровать, ему больше ничего не надо. Но тем не менее, за комнату это не считается. И плюс в этой квартире было все. То есть мы это вот, ну, как бы и стали с мебелью, с техникой, ну, какая-никакая, все работает, все функционирует. И, в общем-то, мы вот сняли эту квартиру. Значит, она стоит 2200 в месяц. Шекель сейчас, я не знаю, официально где-то 23-24 написано, но не знаю. Мы приехали, он был такой курс, а сейчас какой, в общем, никто не знает. 23-24 чего? Рубля? Рубля за шекель, да. То есть, если вот, допустим, 2200, да, стоит квартира, то есть надо умножить на 23. То есть это с 50, там, с чем-то тысяч рублей вот наша квартира стоит. Ну, это, я говорю, что нам повезло, она достаточно дешевая. Ну, есть у нее недостатки. Это очень старый дом, который там, не знаю, 50 какого-то года постройки. Вот, и у нас, немножко выглядит. Как вот советский курорт. Показывали там на юге. Здесь пристроили, тут, значит, навесик сделали, там вот это вот на леснике таком городили. Ну, получилась комнатка. Вот. То есть, ну, естественно, у нас уже были проблемы с сантехникой, были проблемы с электрикой. Ну, хозяин нормальный попался, в общем, все это разруливает, все это решает, там, что-то помогает, кого-то присылает. такая вот. Поэтому, знаете, здесь еще такая особенность, квартиру можно снять только на год. То есть, на меньший срок, как правило, не сдает никто. Вот. И сейчас люди, вынужденные, которые приезжают, вот эта проблема, потому что мы снимали, когда мы приехали, значит, приезжающим представляли отель бесплатный. Но поскольку мы приехали с собакой, с собакой большой, и не захотели ее оставлять на передержку, то мы заранее сняли на две недели на первое себе жилье, заплатили бешеные деньги за несчастную хрущевку, какую-то. Вот. Но тем не менее, в общем, это позволило там, вот, переселить карантин, и потом через неделю мы в успешном порядке вот искали себе уже постоянно квартиру. То есть, обычно, или у родственников останавливаются, друзей, или, если есть финансовая возможность, ну, вот отели, квартиры посоточные снимают. То есть, вот такие. Значит, есть еще... Если, если не как репатриант, то как турист вообще можно на какое-то время приехать, например, не знаю, сколько там может находиться? Турист может находиться три месяца. Значит, но вот у меня сейчас дети старшие приезжали, мы... Я писала приглашение. То есть, я просто на листочке бумаги, что мы такие-то, наши данные такие-то, живем там-то, значит, приглашаем там, обезуемся содержать их там. То есть, ты приезжаешь как турист, ты не можешь не работать, у тебя нет медстраховки. Ну, ничего. То есть, в принципе, можно, конечно. Ну, то есть, но, получается, жилье тогда уже посуточное, да? Потому что, если раз на год квартиру сдают, посуточное, да, посуточное, и, есть еще здесь такая вещь, как саблет, саблет называется, когда человек снимает долго квартиру, и ему надо там уехать. То есть, я не знаю, сейчас это распространено или нет, но некоторые вот так вот переснимают на какие-то там короткие сроки. Потом, допустим, вот если мы сейчас вдруг сейчас захотим выехать, опять же, да, у нас контракт еще не закончился с хозяином. Мы тоже можем кого-то подыскать на это время. Если его это устроит, значит, таким образом пересдать. То есть, вот такие варианты есть. Я смотрела, значит, дядька один сдает давно квартиру, я даже ее рассматривала там когда-то. 290 он мне называл шекелей в день. То есть, ну, сильно дороже получается. Вот. Это опять же здесь же, где, в общем-то, достаточно демократичная цена. Значит, это вот наша простенькая квартира. Есть, допустим, родственники у нас снимают получше. Там, ну, и дом посовременнее, и все, и комнат на одну больше, и попросторнее. Они платят 3 тысячи. Вот. Подруга у меня снимает там, ну, у нее вообще кондоминимум, то есть там три дома с двумя бассейнами, с подземной парковкой, все огорожено, все прекрасно. Но ехать далеко до города оттуда. То есть, оттуда надо каждый раз выбираться. Тут целая история. Конечно, там свои магазинчики есть, там школа какая-то напротив, но дети у нее в эту школу не ходят. Вот. Она платит чуть ли не 5 тысяч. Плюс, плюс, еще обязательно нужно учитывать, есть такая штука, как Арнону. Это налог. Налог на недвижимость. Ее платит, естественно, тот, кто снимает. первый год репатриантам скидка 90%, то есть, первый год это может не считать. А на следующий год это бывает существенной суммы. То есть, и от чего они зависят, это совершенно невозможно предугадать. То есть, могут быть где-то на периферии какие-то безумные быть эти налоги, могут быть и в центре не очень большие. То есть, надо обязательно узнавать у хозяина, сколько будет примерно Арнона. вот это вот. То есть, у нас она сейчас что-то 230 шекелей в месяц. Ну, соответственно, там со скидкой мы практически там 23 платим. Очень ерунда. А вот у этой моей подруги, у которой вот этот крутой дом, у нее, ну, почти тысячи в месяц Арнона. В общем, получается очень приличная сумма. Ну, понятно. Ну, ладно, глиня. Плюс кладовка. Да. А, да, кладовка. Да. Значит, в обычное время летом, во-первых, обязательно в доме нужно проверять, чтобы был солнечный бойлер. Тогда у тебя 10-11 месяцев в году автоматом течет совершенно бесплатно горячая вода. Вот. Бывают квартиры без него, тогда тебе все это греть электричеством, соответственно, значит, сразу все это возрастает. Мы платим, значит, где-то в обычные месяцы где-то около 200 шекелей из электричества и где-то ну, до 100, 50-70 за воду. Вот это все платежи наши. Но зимой, когда, значит, мы грели всю квартиру кондиционерами, когда мы мылись водой из электричества, вот, мы нажгли 800 с чем-то за два месяца. Мы нажгли, то есть 400 шекелей электричества мы нажгли, это много. Вот. Ну, да. Ладно, с электричеством понятно. А продукты, еда, там, рестораны и так далее, что по цене? Я могу сказать, ну, цены, конечно, привычные. Израиль вообще дорогая страна, ничего не скажешь, поэтому здесь надо приезжать, учить язык и работать здесь. Потому что, соответственно, здесь зарплата рассчитана на то, что ты здесь живешь и ты здесь себя содержишь на эти деньги. А язык надо учить, да? Просто английский какой-нибудь не проконает. У меня есть приятель, который здесь живет уже несколько лет, они живут с семьей, он айтишник, и он до сих пор языка не знает. И при этом он работает и он содержит всю семью. То есть жена его выучила еврит, значит, дети выучили в школе, значит, учится там дочка в армии уже, а он нет, он с английским языком обходится. Но это нужно быть айтишником, ну, непростым. Понятно. Здесь, в общем-то, когда ты приходишь, то есть все охранники, все вот служащие, которые там в каких-то учреждениях, они все на игрите говорят. Потом, может, в банках тоже, потом, может быть, значит, так и быть, кто-нибудь по-английски с тобой начнет разговаривать. То есть, ну вот, по-русски, да, если ты говоришь, что ты недавно приехал, там тебе постараются найти русскоговорящего там сотрудника, чтобы ты, значит, как, но, в принципе, ну, хотя, желательно, очень, очень желательно. И потом, ну, чувствуешь себя не очень удобно, честно скажу. То есть, они даже, когда ты там приходишь на рынок со списком, значит, выписанным там, что тебе нужно купить там, как что называется, они согласны долго ждать, слушать тебя, дочек, пока ты там что-то поправлять, тебя, но, тем не менее, в общем, как-то вот, ну вот, ну и плюс у нас вот, кто получше учится в группе в Ульпане, они, конечно, пытаются уже работу какую-то найти, чтобы там был в основном говорящий коллектив. Вот, ну и плюс, когда ты уже более-менее свободно говоришь, конечно, это совсем другая работа начинается, совсем другая зарплата начинается, ну, в общем, ну и, конечно, если ты приезжаешь как специалист какой-то, там, как врач, там, педагог, еще кто-то, то есть тут надо просто вот всеми-всеми силами, то есть все равно это уйдет там год-полтора-два, но если ты хочешь дальше работать по специальности, то, конечно, тебе помощь тут оказывается просто грандиозной. Во-первых, полгода тебе платятся корзины, так называемые, то есть вот на семью мы получали пять с половиной тысяч каждый месяц шекелей. И это, ну вот, я так скажу, что у нас примерно такая сумма, пять с половиной, шесть тысяч уходит на еду, на коммуналку и на бензин. То есть вот одежду мы, скажем, еще так особо не покупали здесь, ну, бытовые, какую-то мелочь там покупали из бытовой техники. Вот. И, в общем, вот этого хватает. То есть плюс у мужа шла зарплата на квартиру уже, там, кредит на машину, там, и так далее. То есть где-то вот семья из трех человек, там, на шесть, ну, может быть, на семь тысяч так вот особо не экономлю, может жить без аренды квартиры. Вот, но с коммуналом. То есть цены такие. И вот эту сумму, значит, чуть поменьше, там, да, вот пять с половиной, полгода тебе государство платит. Вот. Значит, что, еще плюс помощь. Тебе, тебя бесплатно учит язык, это называется ульпан, ты идешь это в школу, ты можешь пойти в дневной ульпан, ты можешь пойти в вечерний ульпан, если ты хочешь работать. Вот. После этого, значит, это первый уровень Алиф. Потом есть еще субсидированный ульпан, уровень БЭТ, это уже следующий уровень. Ты закончил Алиф, ты пошел в БЭТ, он уже платный идет, ты платишь, он стоит 7 тысяч шекелей, но тебе эти деньги возвращают, их за три приема возвращают. То есть, если действительно реально учишься, тебе потихоньку, потихоньку, до конца учебы тебе все это возвращают. И плюс после этого ты можешь еще взять любые профессиональные курсы по выбору. То есть, вот какие хочешь, и тоже они субсидированы. То есть, то же самое ты платишь, тебе все это обратно возвращается. Я считаю, что это, ну, шикарно. Ну, круто. Круто, да. И, соответственно, значит, отношение к русскоговорящим, ну, здесь полстраны таких. То есть, наоборот, очень, меня поначалу это очень трогало, когда ты приходишь в магазин, что-то пытаешься там, на кривом английском сказать. И тебя спрашивают, ты Олег Адаш, это вот новый репутриант, и ты говоришь, да, welcome. То есть, вот просто, тебе все рады, тебе все желают там, удачной адсорбции, там еще, ну, как-то вот, ощущение пока очень. И, с вот этими, с этой дурацкой войной, конечно, ну, пока не изменилось отношение. То есть, иногда бывает там что-то, а вот из России, говоришь, ну, мы же тоже уехали оттуда, нам же тоже там не жилось. Мы же тоже теперь из Ирлитяне. Ну, и как бы, да, люди соглашаются. Ну, да. Ну, вот у нас есть вопрос, как раз в комментариях, по поводу войны. А что касаемо локальных конфликтов, вот вообще, ощущение безопасности и так далее, то, что постоянно же у вас там что-то происходит тоже. постоянно происходит. Вчера вот был какой-то тоже теракт в Ирландии, в Иерусалиме, постоянно что-то происходит. Ну, происходит, да, ну, везде происходит. Но я, честно говоря, вообще не чувствую какой-то вот прям опасности какой-то еще. Ну, как-то всякое может случиться, конечно, но как-то не страшно, честно. Потом, ну, здесь действительно профессиональная армия, здесь действительно хорошая полиция. То есть они не пугают тебя, они пытаются там как-то всегда помочь, защитить там и так далее. Это очень всегда подкупает и очень. Да, для нас это непривычно. Может быть, всем остальным это и кажется нормальным. Понятно. А что с точки зрения вот погоды? Значит, зимой много денег тратим на обогрев потому что холодно или вообще насколько зимой холодно? Эта зима, говорят, что была очень необычная. То есть люди, которые здесь прожили 30 лет с лишним, они такую зиму не помнят. Это вот какое-то нам просто досталось. Я поехала, я не взяла с собой ни зимний курток, ни зимнюю обувь, ничего. В общем-то иногда бывало, что и плюс 4 было вечером, ночью, там вот собака идешь гулять и так как-то хочется и шапочку уже надеть. И, в общем-то, дома, особенно дома, конечно, на улице наоборот выходишь как-то согреваешься, двигаешься, ну и вообще. А дома все-таки промозглое достаточно помещение получилось. И приходится там и штаны длинные, носочки теплые, и кофточку, и иногда еще жилеточку, и все это вот как-то хочется погреться. Но, значит, это было где-то с конца декабря. И ну сначала марта уже вот прям не сказать, что прям жарище началось, но уже теплело, теплело, сейчас вообще красота. То есть сейчас у нас все нараспашку. Вот, ну правда, вот я сейчас, ну это вечер, я вот в кофте с бедным рукавом сижу, а так тепло, хорошо. Значит, мы приехали в середине сентября, и сейчас вот, считай, середина мая, да. В общем-то, уже летняя такая погода, конечно будет еще пожарче, но вполне уже можно представить. Дома, значит, я говорю, у нас квартира не жарко, везде кондиционеры стоят, и кондиционеры везде, в автобусах, в поездах, в магазинах, в помещениях. То есть, да, если ты будешь стоять на открытой остановке под солнцем, ты, конечно, зажаришься. Вот, но можно встать в тень, можно как бы то есть в поезд вообще лучше кофточку взять с собой, накинуть, потому что все ухлаждают. А, ну, есть такой синдром, да, от стран, где так работают кондиционеры, что на самом деле холоднее, чем в странах, где не так уж и жарко. Ну, да. А что по поводу вообще перемещений? То есть, нужна своя машина, чтобы ездить, или хорошо развит транспорт, или вообще как? Да, транспорт развит очень хорошо, тут не придерешься. Поезда ходят, значит, часто поезда, ну, вот, единственное, что, конечно, вглубь страны они заезжают, они едут по побережью, там, в Тель-Авив, и, по-моему, на юг тоже куда-то заезжают, но это надо смотреть. Вот, автобусы очень хорошо, вот, мне здесь очень нравится наш район, что ты выходишь, и у тебя автобусы в любую точку вообще хайфа, то есть, хорошая транспортная развязка, есть отдаленный район, и там будет один автобус, например, ходить, там раз в 15 минут, там раз в полчаса, там, шаббат, это вообще вот такая, есть проблема поначалу с этим шаббатом, это я сейчас, наверное, лучше отдельно расскажу, вот, так, в общем, транспорт очень хорошо общественно развит, значит, стоит поездка 6 шекелей, ты покупаешь, значит, если ты, если у тебя есть документы уже, ты приехал, то ты бесплатно себе делаешь проездный билет, равкав вот этот, вот, знаменой, и, значит, если вдруг ты его теряешь, у тебя там все вот эти твои поездочки остаются, вот, кто ездит постоянно, тебе проездный покупать стоит, то есть, ну, все, и поэтому равкав ездишь везде, там, может быть, где-то там в поезде, там, что-то, там, ну, короче, нужно там, либо, ну, 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 в любом случае, вот этот равкав, это твой вот проездной везде, вот, машину, да, значит, аренда здесь тоже есть какая-то, вот, но мы не изучали, у нас проблема, что с собаками, как выяснилось, нельзя ездить по автобусу, с большими собаками, можно в автобусе ездить только с маленькими, которых можешь взять на ручки, поскольку у нас, да, поскольку у нас немецкая овчарка, вот, то мы с ней сделали один раз героическую музыку, технически вы, наверное, можете взять ее на ручки, но все равно, ну, технически могу, но я боюсь, что водитель не поймет, да, то есть здесь водитель может посреди дороги остановиться, там, и пока ты не выйдешь из автобуса, он никуда не поедет, все будут стоять, пробка будет в обе стороны, нет, причем он, тебе будет все-таки говорится, наивы, очень эмоционально говорить, ну, в общем, мы не пробовали, не стали, вот, поезда, значит, на поездах можно ездить с собаками, там намордник на нее надеваешь, спокойно проходишь, вот мы с ней пытались так сделать, но поскольку здесь на горе живем, то в обратную, то есть туда мы доехали прекрасно, обратно от поезда, вот эти несколько километров в гору, по жаре, в общем, вот, и получилось так, что мы пошли в банк, там, по каким-то другим своим делам, и нам это вот, женщина русскоговорящая говорит, а что вы не хотите машину в кредит взять, мы говорим, а вы дадите, он говорит, дадим, у вас, говорит, есть работа, есть, можете принести, значит, справку прислать, можем, ну и все, через три дня у нас были деньги на счете кредитные, и на следующий день мы пошли и выбрали машину сюда, и правильно сделали, очень удобно с машиной. Здорово, здорово, а бензин дорогой? Так, значит, я заправляю, если полный бак, у меня выходит где-то 270 шекелей, и, ну, я не помню, почему, если честно, ну, это меньше похода в магазин, так скажем, в магазин, ты идешь, там, ты тратишь 400, ну, около 400 шекелей, а здесь ты меньше 300 тратишь на заправку. Ну да. И, значит, машину тут раз в год положено сдавать на, ну, он называется техосмотр, но в то же время там какие-то расходники тебе меняют, еще что-то. Ну, понятно, да. у нас в юге, да, и стоит это около 1000 шекелей, что вот это все абсурдно машины занимает. Ну, в принципе, как бы то на то и выходит. Да, да, расскажите про шаббат. Про шаббат. Поначалу мы еще приехали в сентябре, там пошли праздники, там бесконечный Новый год, Йомкипур, там еще какие-то, то есть мы вообще были в шоу, и здесь, значит, если даже без праздников, допустим, пятница, это где-то в час, в два дня, вот, знаете, как игра в мафию такая, город засыпает, просыпается коммерсант катания, то есть город натурально засыпает, то есть исчезают машины, закрываются магазины, закрываются пекарни, там банки, они вообще, прости господи, в пятницу никогда в жизни не работают. Останавливаются поезда, у нас вот здесь вот вид, прямо на поезда, и они такие, как в детской железной дорожке, такие встали, все, и это все, значит, до ночи субботы, то есть какие-то автобусы там дежурные раз в час будут ездить, там, да, естественно, весь шаббат, какие-то лавочки арабские могут быть открыты, там, значит, что-то там, пакет молока, там батон хлеба, там пиво, там, не знаю, можно купить, но в принципе, то есть тут вот все вмирают, это вот шаббат, и это праздники, вот религиозные всякие, то есть когда вот они начали, то есть привыкнуть к этому, это занимает время, чтобы к этому привыкнуть, то есть как-то все сдвинуто, то есть у нас пятница, вот мы еще когда работали, российскую работу свою, обычно там стараешься, что-то там быстро доделать, там в течение пока рабочий день, там пока платежи ходят, пока еще что-то, потом, когда ты вдруг все заканчиваешь, ты понимаешь, ну все, ты остался без транспортов, там безо всего, ты уже никуда не можешь поедать, вот, то есть это надо как-то всегда вот учитывать, типа, а потом все просыпается, все в понедельник, ой, в воскресенье, ем решен, первый рабочий день, это воскресенье, все здесь работают, а вообще в остальном религиозность как-то ощущается вообще в целом в жизни, или это вот только такие традиции? У нас район считается такой датишный, в общем-то тут много, тут просто встречаются вот эти люди там с пейсами, значит, в одеждах, там видно, когда они идут вот со своих этих служб, там много их идет, они идут по дороге, там они никуда не смотрят, они такие довольны все, вот это вот все, то есть еду можно купить любую, там я, допустим, сейчас работаю на заводе, на колбасном, на упаковке, там делают сало, там делают всю колбасу, то есть пожалуйста, причем хозяева израильтяне, они сами, может быть, они этого не едят, но все есть, все продается, вот. Понятно. Ну, а вот тогда скажите про работу, ну, то есть вот мы все знаем, что там айтишником, да, можно там, я не знаю, дизайнером, еще где-нибудь, в общем, удаленно работать там, как угодно, а вот простому человеку, так сказать, обнаружившему в себе по счастливой случайности еврейские корни и уехавшему в Израиль, вот ему, что, какие дороги открыты? Значит, смотрите, у нас, вот в Ильпане, наша группа, да, мы прекрасно жили, значит, нам платили корзину всем, у нас была российская подработка, мы там худо-бедно, значит, да, деньги здесь уже не те, конечно, чтобы рассеять, но худо-бедно, значит, как-то мы все прекрасно жили. Потом вступил февраль, карты превратились в тыкву, работа превратилась в тыкву, значит, корзина кончилась, ну, и тут я так вздохнула, я посмотрела, я так лениво посматривала, подыскала, мне хотелось с животными там работать, я там кинологом с собачками занимаюсь, но пока клиентов, конечно, мало, вот, и, ну, что делать, я начала смотреть все эти группы, все подписалась там, значит, и так далее, я нашла себе сейчас работу, вот, в колбасном, на колбасном заводе, на мясном, на упаковке, в общем, ну, это тяжело, я так не работала вообще даже в сопривой юности, чтобы я к 7 утра пришла на работу, и в 4 я оттуда ушла с двумя перерывами, значит, которые там с 15-ти 10-ти до 10-ти, и 12-ти до пол-перва, то есть это все время там что-то там, то все время, как правило, на ногах, там то клеишь, то в вакуум упаковываешь, что там режешь, ну, в общем, так, в принципе, ничего, конечно, за умного, ну, скучно, вот, но тут я спасаюсь просто книжкой, я уже книжку себе в ухо ставлю, и как бы, если позволяет, общение, вот, но тем не менее, значит, до 4-х я работаю, потом я еду в Ульпан, с 5-ти до 8-ми я учусь в Ульпане, вот, потом я хожу, у меня вторая смена, это моя бухгалтерия, которую я тоже не могу посразу бросить так, вот, хотя она, практически ничего уже, конечно, не приносит, вот, ну, да, но я понимаю, что это временно, что, и вот моей зарплаты, да, мне платят минимальную зарплату, и при этом мне ее хватает на то, чтобы закрыть вот эти наши кредитные карты, на которые, вот, я почему сумму назвала, там, 5,5-6, 7 тысяч, да, как раз вот эти вот наши две кредитные карты, на которые у нас, кроме платы и кредиты на машину, мы вот эти деньги вписываемся, это вот одна моя зарплата, вот это вот самое, самое есть оплачиваемое, вот, плюс здесь есть, для тех, кто помоложе, там, поэнергичнее, есть 12-часовые смены, там сразу идет, тут, значит, закон такой, то есть тебе вот эту объявленную зарплату платят за 40 часов в неделю, от 40 до 50 часов, там идет 125% от этой вот ставки, ну, и шаббат там, по-моему, сразу 150%, ну, в общем, шаббат там вообще сразу очень хорошо оплачивается, вот, то есть если есть такая возможность, ну, значит, многие так работают. Понятно. Так, ну ладно, у нас, в принципе, времени осталось немного, но давайте, давайте тогда какие-нибудь, в принципе, давайте, что-нибудь скажите, какие-нибудь минусы, вот, вроде так, по вашему рассказу, все звучит очень даже жизнеутверждающе, какие-то есть минусы? Зачем, сложные банки, допустим, то, что вот мы привыкли. Ну, тут все выяснили, что за пределами России везде сложные банки, как много все уехали, оказалось, что банки сложные. Да, здесь особенно сложные банки, то есть у нас сейчас, например, есть проблема, мы не можем перевезти друзьям в Европу деньги. Это вот у меня муж еще поедет, этот объем решен сам, поскольку я работаю, то он поедет сам, будет разбираться, в чем дело, в общем, как он будет разбираться, я не знаю, на каком языке он будет разговаривать, но тем не менее. Вот, ну, вот, и потом, значит, здесь обязательно должна быть кредитная карта, то есть дебетовые, здесь, мне вот бухгалтер мой говорит, пока вас не было вот этой вот алии, да, путинская, они называют путинская алия последние два года, пока, говорит, вот вас не было, то мы вообще забыли, что такое дебетовое карто, мы, говорит, знать не знали, а еще здесь такая вещь есть, как чеки, за квартиру ты распорчиваешься чеками, то есть тебе в банке дают чековую книжку, старые годы, и ты, значит, пишешь хозяину 12 чеков, плюс чек закладной, если вдруг ты что-то здесь попортишь, порушишь, то он эти деньги с твоего счета без суда и следствия может снять, вот. Понятно. Да, и квартиру надо снимать, особенно первую, либо со знакомыми, евритоговорящими, либо лучше с макрами, макреры здесь есть, которые с людей денег не берутся, им платят хозяин комиссию, вот, и, в общем-то, по первости, я бы очень советовала, то есть, самодеятельностью не заниматься, если особенно поджимать время, то, вот так. Так, ну, минусы, даже не знаю, с медицины здесь все хорошо, то есть, когда тебе дают гражданство, тебя сразу ставят на учет больничную кассу, ты приходишь, тебе там все анализы сразу, все эти самые, все твои болячки выясняют, потом тебе заново подбирают все лекарства, несмотря на то, что ты в России, там, допустим, много лет лечишься, там, лечишь свои болячки, нет, мы на них, на это не смотрим, мы, пожалуйста, попробуйте, вот это не подошло, давайте вот это, ну, в общем, методом пробы ошибок, вот, ну, тем не менее. Ну, понятно. В общем, если у вас есть еврейская кровь, то, мне кажется, что... Надо ехать. Надо ехать, да? Понятно. Ну, ладно, хорошо, спасибо большое, Анастасия, было очень, очень интересно, познавательно, я даже думаю, может перейти сдавать тест ДНК. там не тесты, документы надо искать. А вот то, что вот эта материнская линия, не материнская линия, это и работает действительно, или это не так принципиально? Да, 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 то есть, ну, как это не принципиально? Вот у меня, допустим, у мужа его и у его брата, да, у них дед не время. Вот мы нашли документы, несколько документов на деда, и они уже получаются третье поколение. То есть мы своих детей, вот из всех детей, мы смогли только младшего сына сюда привезти, которому было 15 лет, вот, а старших мы уже не можем, привезти. Если бы это была у них бабушка, то тогда и дети автоматом бы могли сами тоже вот приехать. То есть там, ну, это надо просто вот уже предметно там смотреть по форумам, там, может быть, у кого-то спросить у адвокатов, там еще что-то. В общем, мы ни к каким адвокатам не обращались, мы сами все сделали, и в общем-то ничего такого в этом сложного нет. Ясно. Ну ладно, хорошо. Спасибо вам еще раз большое. Будем переключаться на Патрубалье. Да. Хорошо. Спасибо. Спасибо большое, Анастасия. Все, до свидания. До свидания. Так. Теперь у нас мы даем слово Павлу и Яне, или Яне и Павлу. Попробуйте что-нибудь сказать. Привет. 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 А вы будете себя показывать? О, видать. Да, показываю. Класс. Нет. Нормально? Вы уже выглядите как португальцы. Вроде да. Безработные. Ладно. Да. У нас проще немножко есть, у нас документы не задалось, поэтому поэтому мы в Португалии не поздравили. Понятно. Ну ладно, расскажите немножко про себя. Я этого... Я этого знаю. Может быть. Но я думаю, что это не из-за наушников, а просто. У вас там говорят плохой интернет в Португалии. Да. Можно начать с интернета. Интернет здесь для того, чтобы был хороший, нужно заключить контракт. То есть ты не... Ну и контракт этот на год заключается. Ты не можешь прийти там, как в России, просто его заключить, и потом, если тебе надо, то отключить. Тебе сразу нужно это сделать на год. Поэтому мы купили сим-карту в Vodafone местную, купили роутер, вставили. Но это вот, к сожалению, есть минусы в этом подходе. Хотя для работы хватает. Ну и то же самое со связью. Если ты хочешь, чтобы у тебя был твой номер, который за тобой заключен, закреплен, то тебе нужно это на год сразу все подписать. Расторгнуть ты это не можешь или там как-то можешь, если ты вдруг уезжаешь из страны, но ты это фиг докажешь. Короче, вот как с квартирами их нужно снимать надолго, так же здесь все еще. Спойлеры, спойлеры. Да, но это мы убежали вперед. Так, ну понятно. Почему вы выбрали Португалию? То есть просто потому, что у вас не получилось сделать в Израиль документы, почему тогда Португалия, почему не в другие страны? Кто-то ответит. Ну давай. Ну в общем, мы тут около двух месяцев сейчас. В Португалии можно находиться по шенгенской визе по туристическому максимуму 90 дней. И мы это учитывали. Вот. Мы поехали сюда, мы выбирали между Турцией Португалии и поняли, что здесь как будто бы больше перспектив, потому что можно легализоваться, долгий процесс легализации там на год или два. Ты здесь можешь находиться как условно нелегал, но заинтересованный нелегал в том, чтобы получить ВНЖ. Вот. И соответственно мы выбрали Португалию, потому что вот есть такой вариант. И еще у нас здесь живут друзья. А еще отсюда вроде как до последнего времени не депортировали. Да, говорят, что у них нет денег, чтобы строить лагеря беженцев и всякие такие штуки и депортировать из страны, поэтому мы так это основная такая история, потому что, ну, например, если ты хочешь в Голландию вот так приехать, то это совершенно невозможно. Если ты там хочешь получить какой-нибудь статус из разряда там убежища, то можешь ты там три года прожить в лагере с каким-нибудь, ну, не знаю, в общем, скажем, социально сложными людьми. В Португалии вроде как-то такой уцепили лишен. Понятно. Тогда давайте заходим с кузырей с жилья. Что там, что с жильем? То есть, короче, по туристической визе вы приехали и планируете легализовываться путем долгого и упорного взятия различных учреждений и оформления документов и так далее. Да, ну, основная тема, что если ты самозанятый, если ты оформлен как ИП или если у тебя есть контракт с какой-то португальской компанией то ты можешь подать заявку на то, что ты хочешь в НЖ. То же самое с учебой и вообще этих вариантов статей в принципе достаточно много. То есть, не сказать, что там только один вариант какой-то. В зависимости от того, какой у тебя уровень зарплаты ты пойдешь по одной статье легализации или по другой. То есть, в принципе, в общем, достаточно много этих вариантов. Я бы дополнила... Пойдешь по статье так себе формулировка. Отсюда приехали такие формулировки. Будем продолжать ее использовать. Я бы хотела дополнить про легализацию. Ну, во-первых, мы не консультанты, поэтому тут лучше у профессионалов уточнять. Но в целом каждый из вариантов, которые есть, они еще разные по срокам. Например, если ты едешь по учебе, то тебе в НЖ выдают буквально там через до трех месяцев. То есть, ты уже через три месяца можешь быть этой карточкой и все у тебя будет хорошо. Например, если у тебя рабочий контракт, это там виза до 7, до 3, то тоже все гораздо быстрее, там до полугода это может длиться. А если у тебя, вот как у нас, это знаменитый параграф 89.2, то это очень долго, ну, типа год, два, и ты не можешь покидать территорию, Португалии на этот момент. Это надо учитывать. Да, если ты уже не можешь покидать. Не, ну ты ее как бы физически ты можешь ее покинуть, но тогда у тебя процесс весь этот не нравится. И тебе придется все начинать сначала, если ты вдруг вернешься, а еще тебе нужно как-то вернуться. Если у тебя просроченная виза, то непонятно, как ты это сделаешь. Скажи, пожалуйста, мы не зависли? Слышно ли нас? Нет, нет, все прекрасно. Мы вернулись? Мы здесь? А вы не пропадали? Не знаю, может, это... Ну, короче, нет, вы были здесь все это время. не пропадали? Ну, хорошо, ладно, что тогда? Ну давайте, что по жилью? Я знаю, вы долго искали и в итоге нашли. А вы, типа, делаете вид, что меня не слышите или не слышите? Мы потеряны. так, сейчас, потом придется на постпродакшене находить этот момент, вырезать, тратить человеку часы. Давайте, задавайте вопросы пока, накопим вопросы. сердечки Гроссману. Понятно. Я не знаю, как нас показывают, нас видно, слышно. Да, да, супер. Тратим мобильный гигабайт уше. О-о-о. Да, ну, кажется, получше. Вот. Квартира. Что? Квартира. Что, квартира? Квартира. А ты слышно? Что? Ну, в принципе, слышно, да. По жилью. В общем, естественно, через Airbnb искать это не вариант, потому что это очень дорого и все такое. Здесь есть несколько местных сайтов. Самый популярный это Идеалишта. Это аналог нашего Циана. Вот. Есть UniPlaces. Там можно снять квартиру не только на год, как здесь распространено, но и там на три месяца, на месяц, на полгода, но у них есть комиссия. Я так понимаю, это разная сумма всегда, но где-то в среднем это 500 евро ты просто заплатишь за то, что ты этим сервисом пользуешься. Вот. И что еще? И есть еще какой-то сайт OLX, но мы через него не искали. Да, он похож на Авито. Вот. И что самое прикольное, здесь есть риэлторы, и они работают на тех, кто сдает жилье, и ты ничего не плачешь риэлтору. И риэлторы вообще лапочки. Они занимаются всей документальной работой, договорами, или договорами, берут на себя много обязательств, ну, то есть они некий гарант для вас в том числе, и вам всегда что-то посоветуют, ну, типа, как лучше не делать или как лучше сделать. Вот. То есть здесь риэлторы, это хорошо. Да, очень-очень нужные люди, потому что, надеюсь, что меня слышно, очень нужные люди риэлторы, потому что они очень счастливы у тебя. И перед законом, и перед собственником, то есть ну, хорошо, когда они есть. Когда их нет, это сразу все усложняет, потому что собственники могут не хотеть иметь контракт, а без контракта тут вообще нечего делать. Мы можем, кстати, попробовать подключить. Вот, да, и мы посмотрели 8 квартир, пока мы искали жилье, мы искали месяц, и вот в чем есть основные подвохи. Первое, ты здесь вроде как по закону, если ты снимаешь жилье, то ты заключаешь контракт на год, как правило, и ты должен прожить здесь 8 месяцев, и за 3 месяца предупредить хозяина о том, что ты съезжаешь. Поэтому, когда мы искали квартиру, очень много вариантов было, которые сдаются с июля или с сентября по этой причине, и это усложняло поиски. Плюс, здесь очень ответственно относятся в целом к контракту, не как в России, когда ты подписал какой-то договор, ну, типа, ну, просто чтобы подписать, мало ли, поможет в случае чего. здесь это реально имеет вес, потому что тот, кто работает по контракту, он регистрирует это в налоговой службе, то есть здесь это все прозрачно, и этот договор, он служит подтверждением для тебя и для миграционной службы о том, что ты здесь проживаешь год, о том, что ты в целом заинтересован здесь остаться на долгий срок, и вот. И в чем еще есть нюанс? А, то, что часто просят, когда мы искали квартиру, часто просят местного поручителя, какого-то загадочного, прекрасного португальца, который готов за тебя финансово поручиться в случае твоей неплатежеспособности. Естественно, у нас такого человека не было, и это должен быть обязательно платежеспособным, то есть студенты не подходят. Вот, у нас такого человека не было, поэтому мы всем говорили, что мы там готовы платить не два месяца плюс депозит, как здесь часто просят, а, например, четыре месяца плюс депозит заранее заплатить, или там полгода. Наши друзья сразу оплатили заранее год. если ты думаешь, что тебя не слышно, то тебя слышно твои вот эти тихенькие подсказки. Тебя слышно. А, супер. Только Паша не слышит, к сожалению. Вот, но мы можем попробовать выключить на уши. Да нормально. Почувствуй себя глухим. Вот. Другой эфир будет. Короче, и еще здесь часто просят, помимо поручителя, ты должен показать выписки с банковских счетов, или иногда даже налоговые декларации и джоп-контракт, ну, чтобы доказать хозяину квартиру, что ты сможешь оплачивать в течение года эту квартиру. То есть, очень серьезный подход. Вот. И просто так ты с нее не съедешь. Если ты захочешь съехать раньше, тебе надо оплатить год. Ну, так говорят во всяком случае. Не знаю, как военное время, но... и нам по этой причине в одной из квартир, которая нам очень понравилась, сказали. Ну, то есть, формально это сделали не потому, что мы там россияне или что-то такое, но сказали, мы вот позвонили в банк, нам сказали, что могут быть сложиться с открытием счета, и, ну, короче, вот вы нам, может быть, сейчас за полгода заплатите, а что будет потом, если вы счет не откроете? В принципе, вопрос достаточно справедливый. Ну, то есть, мы действительно не знаем, что было бы в этой ситуации. Ну, да. Ну, короче, отказали в одном месте. В принципе, про отношения к русскому еще раз. Да, по стоимости квартир все очень сильно зависит от города, от района. В Лиссабоне вроде как все чуть дороже. Мы живем в области, портовой области, короче, под порту в часе езды. На самом деле, это 15 километров, но почему-то ехать час. Вот, короче, часть езды до центра порта. Мы называем это Химки. Да, очень похоже на Химки. Ну, правильно. Только от Химок 15 минут ехать до центра, смею вам напомнить, не надо. Здесь вот 45. Короче, да, конкретно мы снимаем квартиру за 900 евро, мы снимаем, что мы получаем за эти деньги? у нас 100 метров жилой площади, двушка, ну, или Т1, короче, можно сказать, что это двушка, одна большая гостиная, небольшая кухня отдельная и спальня, и два туалета. Плюс еще есть гаражное место, и в нем есть отдельно кладовка, там хранится, хранится Пашин велосипед, и, возможно, с оленей из России, если нам кто-нибудь передаст. Вот, в целом средний разброс цен, вот, друзья наши сняли, они осенью сюда приехали, до всех этих событий, в центре Матазинюша, это тоже рядом с Портом, но на берегу океана, типа, меньше 15 минут пешком до океана идти, они сняли за 650, и ко всему этому еще сверху припитаем коммуналку, вот, она, как правило, не входит в стоимость, вот, коммуналка в среднем, ну, не знаю, мы пока получили только счета за воду за месяц, у нас получилось 11 евро, туда еще входит вывоз мусора, и, типа, введение воды, вот, но мы стараемся экономить. По электричеству очень страшно, потому что у нас еще есть отопление с помощью газа, а газ сейчас дорожает очень сильно, и вода у нас горячая тоже идет от газового нагрева, короче, мы очень боимся, сколько нам там придет, вот, но вроде как это будет, мы надеемся, 100 евро, или... Ну, короче, да, наверное, 100 евро, если будет, то будет, в общем, неплохо, за газовое электричество, но, в принципе, может быть, будет чуть-чуть побольше. Но тут такая тема, что многие дома, в принципе, и квартиры, они вообще без какого-либо отопления, то есть в квартире нет никакого отопления, а зима все равно некоторая присутствует, то есть, окей, тепло, но месяца три будет там дождь, и... вниз. Короче говоря, мы искали квартиру с отоплением. Например, от одной мы отказались, просто потому, что там был такой клевый старый каменный дом, но мы сюда зашли, и я подумал, я не хочу умирать молодым от морожения. В морожение почек. Да. Понятно. Ладно, окей, про жилье, мы что-то просто это растет, растянули, и это... Надо держать, держать темп. Все понятно, с жильем все понятно. Что говоришь? Что-то плохо стало, только что слышал. Без мобиля, как правило, поэтому выкладывайте этот свой дюджет. Вот. А, понятно. А вы что-то сделали со звуком, да? Да, я обрываю наушники. Ага, вот теперь, знаешь, звук, как из аирподсов, как будто тебе звонят, звонит человек с аирподсами. Ты такой, ты что, в аирподсах? О, гораздо лучше стало. Я просто убрала, чтобы Паша тоже мог слышать. я вас слушаю. Ладно, давайте что с банковскими счетами, я думаю, это тоже большая проблема. Если кратко, то все сейчас очень сложно, есть уже отдельные чаты на 200 человек, которые собирают петиции по признаку дискриминации, что русским и белорусам не открывают счета. И тебе напрямую никто не откажет. Вот. Но они могут сказать, что все будет сложно, мы возьмем ваши документы, у некоторых даже не берут, типа сразу просто отказывают. но, как правило, они говорят, мы возьмем, начнем проверку, и все, проходит месяц, ты приходишь в банк, они говорят, да, да, мы про вас помним, но, типа, мы все еще работаем. Не пишите жалобы, не надо, мы работаем. Вот. Короче, счета сейчас скорее не открывают, чем открывают. Есть посредники фирмы, агентства, у которых, видимо, есть какие-то связи. И они готовы открыть это за 350 евро. Вот. Мы не проверяли, работает ли это в действительности пока еще. Да, мы пока не проверяли. Вот. Но, в принципе, по банковскому счету здесь другая тема. Если вдруг ты оказался в Португалии, например, у тебя было чем заплатить за жилье, и у тебя есть контракт, если ты подключил в воду, да, там, вот и все, то ты можешь включить карту у одного из европейских банков. Это там Финанс, Нори, Бонг, Невит. Короче, вот 4 банка, которые мы на себе проверили, что они по-прежнему открывают. У них там тоже есть процедура проверки. Ну, то есть, они просят там твой job-контракт, они просят подтверждение, например, коммунальные платежи. В общем, это там тоже занимает какое-то время, но они вот готовы открывать без ДНЖ. в Галии с вами португальские эти банки, они облегчают тебе жизнь, то есть, например, если у тебя местный счет, то условно ты можешь купить лицензию на рыбанку. Например, такой прикладной кейс, очень важный. Но только ради этого пошла стоит пройти все круги ада. Что ради этого стоит пройти все круги ада. Поэтому мы не зайдем, мы продолжаем. Ну, короче, да, португальский счет тебе облегчает, там что-то ИП вроде как проще открыть, как-то счета выставлять, чуть менее геморг. Если у тебя есть счет в местном банке, ты можешь оплачивать коммуналку онлайн, если этого счета нет, тебе надо ходить в специальные учреждения. Да, и, например, телефон тоже входит, надо покупать вот в офис. Заходишь на сайт под афон, оплатить карту, и пишешь, извините, эта функция, к сожалению, недоступна у нас. А криптой можно оплатить. Короче, тут такие есть нюансы. Возможно, что португальская карта получится. Но может быть, нет. Понятно. Ну давайте еще про отношение к русскоговорящим. Ты говоришь, это вы имели в виду к банкам или вообще что-то вы еще хотели сказать? Нет, сейчас основная проблема чисто в банке по отношению к русским. Ну, я не заметила здесь какой-то дискриминации или хейта или чего-то такого. Всем пофит, мне кажется. Многие говорят, что, типа, хорошо, что вы сюда приехали. Нам газовщик так сказал, что в Португалии нет проблем. Единственная наша проблема это если, типа, наша футбольная команда проигрывает и лиссабонцы, потому что у них тут... Первая проблема это лиссабонцы, а вторая проблема это если наша команда не выиграла. Да. А третья проблема будет у нас ЧК, когда газ откличит в Португалии и у них не будет работать. Короче, нормально относятся и даже в банке если тебе отказывают, тебе не говорят что ты так козёл, они говорят господи боже, мы так удивлены, мы ничего не можем так делать, ужасная система. Да, здесь все предельно милые, вежливые. И ещё хотят тебе помочь на самом деле. То есть тебе прежде чем откажут, тебе будут пытаться помочь, говорить, блин, вот какие там можно попробовать ещё документы, а попробуйте прийти, ну то есть относятся по-человечески. Конечно, очень обламывают, когда по-человечески, а потом ничего не получается, но короче, вот такая. Понятно. Что с погодой? Ну хотя вы ещё мало заживёте, но всё равно какие ожидания летом? Потому что я думаю, что в Израиле мы вот не спросили, но в Израиле это наверное ого-го прямо уже летом. А что в Португалии? Ну точнее именно в вашей зоне Португалии? Ну там, где мы живём, мы живём на первой линии океана, и здесь всегда ветер, просто адовый ветер. Я не могу. Я вот только вчера первый раз сняла куртку, потому что до этого я ходила, куталась в капюшон, надевала дутую жилетку и свитер, хотя на улице было плюс там 18, например, но ветер холодный и ну короче, зябко. Ребята, которые живут от нас вот в Матазинише, это ну там не знаю сколько, 5 километров и типа того, у них ветра нет, ну он есть, но не такой сильный, поэтому они спокойно ходят в плюс 18, как люди в плюс 18, типа там, не знаю, в какой-нибудь кофте, без куфы, без шапок, 18 плюс, и при этом ты выходишь на улицу и если у тебя чувствительная кожа, то ты обгораешь просто моментально, то есть ты вроде бы замерз, но лицо у тебя краснущее. А вы не смотрели, какой вот показатель есть, вот ты если в айфоне там смотришь, 7, в Армении тоже 7, тоже мы тут сгораем, как спички, слава богу, сейчас облака и плохая погода. Ну здесь, кстати, еще очень переменчивая погода, тебе могут ну всякие приложения показывать, что всю неделю будет дождь, при этом один день идет дождь по факту, все остальные дни это ветер, который сгоняет все облака хрен знает куда и светит солнце, нету ничего. Сегодня вот полдня был суперсильный туман, как в Сайлент Хилл, ну то есть ничего вообще не было видно и вот... А расскажи про песчаные бури, песчаные бури. Песчаная бури была в Испании, когда мы приехали и сюда долетел песочек, то есть в какой-то из ней небо было желтым и все вокруг было такое, как будто фильтр сепия применили. Очень красиво, кстати. Вот. Но это было не здесь, это было в Испании, просто для нас вот ветер как-то это все нагнал. Нет, это вообще было в Сахаре. Подожди, в Испании? Нет, в Испании это просто типичное такое событие, уже пару раз было, а здесь достаточно не происходит. То есть этот песок из Сахары, он летит и он, как оказалось, залетает до Чехии. Девочка, которая из Чехии, здесь учится, там сказал, да, у нас тоже такое бывало по-разному. Песок из Сахары. А у вас такое не бывает? Ну, 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 понятно. Ну, ладно, что еще интересного расскажете, что-нибудь расскажете, а потом я буду вам вопрос, там есть пара вопросов. Что-нибудь про транспорт, например? На чем передвигаетесь? Ну, хорошо ли вообще? У нас, естественно, нет машины, здесь довольно удобно, на мой взгляд, передвигаться на поездах между городами. И здесь есть метро от города Матазиниши в самом порте, плюс трамваи. Вот, стоимость поездки туда-обратно от нас до центра порта где-то 3,20, но здесь поделено все на зоны, статьи зоны, вот, и поэтому может разниться, плюс есть абонементы, есть аналог нашей карты тройки, и там в зависимости от твоих хотелок и расстояний, которые тебе нужно будет приезжать, есть разные тарифы, там на месяц можно за 30 евро что-то взять и чуть дороже. В Лиссабоне отдельные какие-то транспортные карты, но вот мы брали там одну поездку, она тоже стоила типа евро 60. Здесь есть такси, Uber, Bolt и может быть какие-то еще операторы, мы пользуемся этими двумя. Средняя стоимость поездки наверное это 4-5 евро. нет, не 4, если недалеко вот так вот съездить, ну а мы недалеко не ездим. Если приходится ехать до центра, то есть 15 километров, то это будет 9-10, может быть там 12 какое-нибудь время. Так то есть в принципе как бы не супер дорого в общем-то ехать 15 километров минут 30-40, ну норм. Ну с этим много дышком. Хорошо, что нам не нужно никуда ездить на работу. Еще тут нужно понимать, что например здесь есть трасса околобильная, которая идет через всю страну, то есть ты можешь взять порт выше, выехать по этой платной трассе и доехать до самого юга, до побережья. Но ты будешь платить за бензин, бензин около 2 евро будет стоить может быть даже больше и будет оплата этой платной трассы. Вот когда к нам приходил чувак безовщик, он сказал, что ему лично не нравится, что он своими высокими налогами эту трассу построил, а пользоваться ей не может, потому что ему туда-обратно сгонять будет 200 евро на своей машине. Ну то есть оплата этой дороги, оплата бензины, парковки, получается очень дорого. Поэтому есть все его костеры летают, есть поезда, есть автобусы. А такси? Вот Саша Шохов пишет, что они из Испании завидуют дешевому такси в Португалии. Это правда? Так мы только что озвучили цены. Ну в среднем от нас до центра порта 15 километров мы едем за 11 евро, например. Я не знаю, дешево это или нет. Мне кажется, это не дешево. По сравнению с такси в Москве. Я думаю, это такое. Но как это в Европе? Фиксно. Я вам так скажу. В Ереване любой транспорт стоит 100 драм, 100 драм. Это 100 рублей поделить на 6 при хорошем курсе на 8. Можно на 25 рублей ехать, просто не выходить из этой маршрутки, в которой водитель курит и разговаривает по телефону одновременно. Здесь не встречается. Но некоторые встречаются. Например, вчера таксист очень громко пел песню по крайней мере. И вообще на нас внимание не обращал. А политическую обстановку докладывают таксисты? Потому что здесь таксисты так же, как и в России. Это рупор вообще... Нет. Слушают всегда музыку в основном. Во-первых, я не слушал по крайней мере, чтобы слушать полковню. Даже когда они узнают, что мы из России, они просто рассказывают, что я увидела, что у вас непроизносимое имя, потому что у меня на кирильце, он не понимает что-то такое. Сказал, что сегодня я тоже вез еще трех человек с такими странными названиями. Но при этом он ничего не говорит про войну или про Путина. Не знаю. Они начинают про электрокары нам рассказывать, про зеленую программу в Португалии по энергосбережению, какие-то такие штуки про Бразилию, как они куда-то путешествовали. То есть больше про какие-то локальные вещи. Вообще, мы когда собирались переезжать, смотрели всякие блоги, в принципе говорили, что здесь хорошо относятся к элегранам. По той причине, что из Португалии многие уезжают. Из-за того, что страна не супербогатая относительно соседских, то в Андорру многие уезжают еще куда-то. Короче, все, кто могут, те валют. И поэтому у них такая терпимость неплохая. Вот когда мы разговаривали с таксистом, чтобы прощупать почку, он сказал, что лет 20 назад не было вообще никаких эмигрантов. Были только португальцы, и было все гораздо люднее. Потом в какой-то момент стали дела быть получше, приехали туристы. Сначала туристы. Какие-то начали приедать, а потом часть получше более небольших людей покупать не вижу. А потом в какой-то момент поехали бразильцы. Наверное, потому что здесь предприняли программу по воссоединения соотечественников бразильского мира. То есть из Бразилии могут приехать люди как-то по ускоренной процедуре помощи гражданства из Монголы, из Гуа, потому что это все когда-то было частью португальских полоний. Да, и, собственно, при Аль-Сабоне есть индийский квартал, который состоит из выходцев из Гуа. Или, например, здесь иногда встречаются люди золотыми украшениями это ангольцы, которые таким образом демонстрируют, что они какой-нибудь бедный Африк. Мы это слышали в подкасте. Мы это слышали в подкасте. Но, тем не менее, вот так. В Бразилии видно, в принципе. Мы, например, снимаем квартиру в Бразилии. Да, и какой-то эмигрант. Да. Ну, короче, в принципе, всем клевать по большому счету на саму национальность. Понятно. Мы никак не делаем. Все переживают, конечно, из-за того, что можно... Ну, давайте в завершении поотвечаем на вопросы. Как вы считаете? Да, давайте. Спрашивает нас Наталья из Барселоны. Язык есть, где бесплатно учить? И надо ли? Не знаю насчет бесплатно. Я еще не интересовалась этим, потому что мы пока разбираемся с предыдущими своими шагами. Но здесь все говорят на английском, ну, практически все. Даже, блин, охранники в магазине, даже, не знаю, люди в госучреждении говорят на английском часто. Вот, поэтому мы бы хотели выучить язык, но пока просто до этого не дошли. Насчет бесплатного не знаю. Ну, тут есть, например, языковые курсы, которые называются Portuguese and Surf. то есть тебя учат кататься на серфе и ты параллельно учишь язык. Вот такие есть сервисы. Неплохие. Неплохой вариант. Да, кстати, в целом, это вот, ну, стоит об этом упомянуть. Из-за того, что океаном прямо в городе, то очень много серферов в любую погоду вообще катаются. Если ветер сильный, то виндсерферы, в Украине. Если нету, то там кесапы, при том, что океан холодный, весь год он не прогревается совершенно, он, как сейчас, там 15-16 градусов, он и будет таким. Он ледяной просто. и купаться совершенно не для такого желания, даже при на жаркий день. Но вот всяких водных видов спорта очень много и хочется их попробовать. То есть это такая, в принципе, очень естественная штука для местных, взрослых, там, с детьми. и бегают все. Вообще, короче, хорошо. На спорте. Понятно. А вот еще спрашивают, не знаете ли вы, изменилось ли что-то с выдачей виз после 24 февраля? Про визы писали, что все более или менее окей. Вот в чатах, во всех этих эмигрантских, которые мы читаем, пишут, что дают визы вот эти D7, которые там были для... Это виза пассивного... Ну, раньше это была виза пассивного дохода, сейчас туда еще прибавился удаленный доход. Вот. Но я думаю, это все зависит, потому что сегодня мне написал чувак, что ему... Короче, там есть нюансы, но в целом в консульстве сейчас вроде как выдают эти визы. Основной нюанс, что вам нужно удаленно решить много вопросов. Типа долгосрочная квартира, банковский счет португальский, что это даже здесь сложно сделать. Ну, понятно. Понятно. Звучит, короче, как нереальная задача уже, понятно. Через посредников можно, но нужно быть готовым к тому, что это тоже не быстро, что нужно будет возможно вернуться в Россию, какие-то документы еще дозабрать, или у вас должно быть доверенное лицо. И нужно деньги на это тратить еще. Короче, все как бы реально, тебе нигде никто не отказывает, но все одно за другой отцепляется. На два месяца пытаемся решить много вопросов, и многие не решаются. и ты думал, что будет вот так вот, потом тебе говорят, так нельзя, ты пытаешься придумать такой-нибудь еще вариант, одно за другое, за третье. То есть формально никто нигде не отказывает, но нужно быть готовым к тому, что многое не будет получаться с первого раза, даже если вы уже здесь. И это, кстати говоря, может быть не только из-за войны, это может быть еще из-за самой природы португальской дропратики. Ребята, которые переезжали полугода назад, жаловались, в принципе, на то же самое. Ты приходишь, тебе говорят, да-да-да, потом ты приходишь, тебе говорят, а вот еще бумажечку, а потом тебе приносят еще бумажечку, они говорят, зачем бумажка, бред какой-то, никогда такие бумажки не нужны были. Ну, то есть вариативность у тебя высокая. И самый лучший способ попробовать. Там другие вопросы еще, Паша. Вот еще вопрос. Уже пошли вопросы личного характера. Да. Вопрос к Павлу. Слышишь ли он нас? Ну, не могу. Как он планирует совмещать увлечение винилом с его новым образом жизни? Не знаю, что имеется в виду под новым образом жизни. И как коснуться изменения в личной жизни с администрированием канала Одесси. Спасибо за ответ. Иными словами, что, будешь ты поперевозить тонну пластинок? Или что с ними? Или они остались кому-то в наследство? Да, пластинки тонну остались пока в наследство моему другу, потому что сейчас непонятно, как вообще увозить вещи в принципе в Европу. потому что транспортными компаниями мы, честно говоря, даже не пробовали. Там, ну, как бы есть еще нюансы с тем, что ты можешь заплатить пошлины, если ты перевозишь какую-нибудь технику. Например, мой отец привез велосипед на днях, с него взяли 230 евро пошлины, при том, что он его вез на этом самом, на самолете. ну, вот как бы когда ты везешь на автотранспорте, это нормально, да, растаможка. На самолете никогда в жизни такого не было, но до него докопались. Но он же не новый. Ну, он не новый, но тем не менее. Они спросили, сколько он стоит, папа сказал просто от балды, что тысячу евро, и с него взяли 23% от стоимости, то есть 230 евро. Да, ну, когда он начал говорить, что он не новый, они там говорят, ой, а давай мы сейчас залезем, погуглим, что там за модель, и, короче, когда он сказал, ладно, хрен с вами, давайте я заплачу 230, они обрадовались очень и пошли ему выписывать бумажку. Типа, если бы он его увез обратно, то он бы потом смог бы эти деньги забрать. Да, но для этого надо сходить в какой-то специальный центр со специальной квитанции, ну, с велосипедом. Страшно, страшно становится от этих бюрократических этих штук. Ну, ладно, финальный вопрос. Что-то пластиковые хотелось бы привезти, но непонятно, когда. Вот так вот. Понятно. Ну, можно везти сюда к нам в Армению. Здесь, в принципе, нормально. Частные компании летают только так. Персональный опять вопрос к Павлу. Добрый вечер. Вопрос персональный к Павлу. Как вы относитесь к задержанию Анатолия Шария испанскими властями? И кратко, какое ваше мнение касательно персоны Шария в целом? Спасибо за ответ. Это уже не пойдет в эфир. Мнения личного не имею на данный счет. Мнения не имею такого-либо. Но новость почитал, с интересом изучил вопрос. Лично может не имею. За Шария не Шария подсказывает наши зрители в комментариях. Ну ладно, понятно. Короче, я так чувствую, что с вами нужен будет еще созвон через, не знаю, пару месяцев. Просто потому, что мне кажется, всем будет интересно узнать, продвинулись ли как-то ваши проволочки навыки серфинга. Курократически смогли ли вы уже открыть карту. Да, да. Да, уроки серфинга. Кстати, серфинг, мне кажется, надо... Хотел просто сказать, что если кто-то соберется, почитайте обязательно про налоги заранее. Если они просто в конске, и к этому нужно быть готовыми, что у вас там условно до 43% дохода будет срезаться. так что почитайте, изучите очень внимательно, если соберете сюда. Или пообщайтесь с налоговым консультантом, это, возможно, будет более полезным. Возможно, к следующему созвону я уже стану консультантом, и вы сможете пообщаться со мной. Ты должен стать человеком, который рассказывает, как обойти эти налоги. Это и называется оптимизация налогов. Это и называется налоговый консультант. Я думаю, это такая работа. Понятно. Ну, ладно. Все, тогда вам, короче, спасибо большое. Я думаю, что люди, которые, может, и собирались ехать в Португалию, теперь окончательно передумали и поедут в Израиль. Да, может быть, и вы поедете в Израиль после того, как мы послушали начало эфира. Налоговый конь, налоговый конь, конь-султан подсказывает нам в комментариях. И подсказывает нам Саша, с которым мы наверняка проведем следующий наш эфир, потому что Саша уехал в Испанию по рабочему оферу. И у нас еще есть налоговый Нур-султан. И Нур-султан, кстати, тоже, я думаю, что из Казахстана тоже найдутся люди, готовые что-нибудь нам рассказать. Мы вообще перейдем когда-нибудь к этому региону. Так что увидимся с вами в следующих стримах. Спасибо всем большое и до новых встреч. Игорь Негода.